Акраина польского города Вроцлав. Здесь живет цыганский табор. Главная героиня фильма – девочка Дениза. Она почти лишена слуха, но ее главное увлечение – песни и танцы, которые она воспроизводит, глядя индийские фильмы. Все это скрашивает унылый быт жизни. Фильм «Королева тишины» польского режиссера Агнешки Звевки получил гран-при международного фестиваля Флаертиана, статуэтку «Золотой на нук». А серебряная награда досталась чилийско-германскому тандему режиссеров за фильм «Сурире» о жителях уникального индейского племени. По словам президента Флаертианы Павла Печенкина, нынешний 15-й форум был полон событий. Одним из главных стало то, что впервые в истории кинофестиваля в его международной программе приняла участие работа пермского режиссера. Это картина Галины Красноборовой «Старухи». К тому же нынешняя Флаертиана в плане зрительского внимания побила прежние рекорды. «Первый восторг от этого фестиваля, конечно, количество зрителей. У нас общее количество зрителей, думаю, что будет около 13 тысяч. Раньше такое количество зрителей было за 2-3 года». В списке победителей фестиваля есть и имена пермяков. В конкурсе студенческих и дебютных фильмов первое место разделили две работы. Одна из них – картина пермского режиссера Дарьи Абатуровой «Дневник училки». Это шок. Я вообще другому фильму отдавала эту победу, и мне казалось, что вообще все ребята были очень сильными и намного сильнее, чем я. Поэтому я приятно удивлена. «Появилось поколение людей, которые снимают, которые много моложе нас, и я надеюсь, что они продолжат наше дело дальше». Позади – семь дней кинопросмотров и обсуждений, мастер-классов от операторов и режиссеров. Организаторы фестиваля называют документалистику гуманитарной технологией, с помощью которой общество может взглянуть на самые острые проблемы и обсудить их без злобы и ожесточения. Юлия Языкова, Михаила Сетров, Телевизионная служба новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова